Игорь Игорь Достав коробку с чаем, Егор задумчиво уставился в окно. Обычно этот процесс его успокаивал, но сейчас... Мать воспитывала его с сестрой в гордом одиночестве. По правде говоря, Егор редко видел мать в своем детстве. Он рос с няней. С сестрой у них была разница почти 10 лет. И они не были дружны, как это бывает между братом и сестрой. По правде говоря, мать сестру явно любила больше. А Егор словно был для нее каким-то разочарованием. Уже в более зрелом возрасте он пришел к выводу, что это как-то было связано с отцом. Мать его была светской львицей, которая владела галерой искусств. Очень даже популярной в городе. Выставки, светский раут, высшее общество. Она была избалованной и гордой. С весьма толерантным складом характера и огромной любовью к себе. Старшая сестра Егора была почти полной копией матери. И часто составляла ей компанию. Когда подросла до осознательного возраста. А вот Егор явно пошел не в их породу. Как любила говорить его дружайшая матушка. Его интересовали книги. Нет, даже не так. Он обожал книги. С того самого момента, как только он смог складывать буквы в слоги. А слоги в слова. Он начал жадно читать. Тем более матери почти никогда не было рядом. И времени у него было предостаточно. Учился он хорошо и быстро понял, что влияние дорогой родительницы лучше лишний раз не привлекать. Она пыталась воспитать из него типа достойного сына. Приемника ее галереи. Но Егор не желал идти этим путем. Он, невзирая на свою любовь к книгам, он рано научился давать достойный отпор матери. По мере взросления младшего сына конфликт между ними разгорался все сильнее. И в пылу ссор мать обвиняла его в том, что он точная копия своего отца. И ему должно быть стыдно за это. Но в тот же момент она не желала рассказывать Егору об отце. Словно эта тема была для нее табу. Сестра тоже ничего не знала про отца Егора. И копировала поведение матери. Когда Егор окончил школу, он понял, что ему нужно уезжать. Тем более он хотел связать свою жизнь с книгами и выбрал профессию историка-архивиста. Что может быть прекраснее изучение книг? Конечно же ничего. А вот мать была резко против его решения. Егор до сих пор с некоторым из-за дом вспоминал свой побег из отчего дома. Дождался, когда мать с сестрой уедут на очередной светский прием, собрал свои вещи и документы, да уехал. Стоило отметить, что он ни копейки денег из материнских не взял. Ему удалось поступить в нужный университет, а деньги на дорогу ему дала нянечка, которая его вырастила и поддержала в его желании. Егор до сих пор с содроганием вспоминал скандал, что ему устроила мать, заявившись в общежитии, в котором ему дали место. Но в итоге она уехала ни с чем. Ему уже на тот момент исполнилось 18 лет, да и влияния у нее в этом городе не было. Он отучился, получил работу своей мечты. В старом архиве библиотеки, в котором были залежи старых книг, за которыми он ухаживал и систематизировал. В случае необходимости выдавал эти книги страждующим знаний. И теперь общение ограничивалось телефонными звонками. Не отвечать Егор не мог, это ведь была его мать. Мать, которая постепенно старела. Старшая сестра недавно вышла замуж и выпорхнула из родительского гнезда, чем огорчила мать до глубины души. Егор сильно радовался тому, что он живет отдельно от них. С учетом того скандала, что ему закатила мать, он мог представить, что ждало его сестру. Заваривая себе чай, он думал о том, что ему сказала мать. Они не виделись с того момента, как он уехал тогда из общежития. И теперь позвонила ему, слабым голосом прося приехать. Якобы она тяжело заболела, и ей хотелось увидеться с ним напоследок. А не очередная ли это манипуляция? Конечно, он взрослый мужчина. И было бы глупо бояться женщину, особенно если это собственная мать. Тем более ему уже подписали отпуск. Почему бы и не съездить? В родной-то дом. Сделав первый глоток своего любимого чая, Егор прикрыл глаза. Это было тяжелое решение. Возможно, это поможет ему избавиться от чувства вины. А вдруг она действительно больна и нуждается в его поддержке? Учитывая их отношения, ему тяжело было принять это решение. Но в итоге он решил ехать. Возможно, она хочет сказать ему что-то важное. Егор ехал в купе поезда и задумчиво смотрел в окно. Мысли роились в его голове, словно пчелы. И он все равно сомневался в собственном решении съездить к матери. Наверное, это не слишком хорошо, что он так относился к собственной матери. Но почему он должен был мучиться чувством вины из-за этого? Родственных чувств между ними почти не было, как и особой любви. Если бы мать уделяла ему больше времени. Вот много было этих «бы». Стоило ему начать размышлять об этом. Но жизнь сложилась так, как сложилась, и сделать уже ничего было нельзя. Поезд мчался по рельсам, приближая его к тому месту, в котором он вырос. Жаль, что его няни уже нет в живых. Он с удовольствием бы встретился с женщиной, которая его вырастила. И которой он испытывал нечто сродни любви и привязанности. Егор вообще был довольно отстраненным человеком. Эмоции он испытывал, словно как-то поверхностно. Не давая им проникнуть глубже. И как-то задеть его. Возможно, дело было в его матери. Но он предпочитал не задумываться об этом. К чему все эти самокопания, когда он уже взрослый человек? Хотя самые яркие эмоции он испытывал, беря в руки очередную старую книгу. Которая грозилась при любом неловком движении рассыпаться в невесомую пыль. Это вызывало в нем трепет и благоговение. Настолько глубокие, что сердце глухо начинало колотиться. И обратиться в клетки из ребер. Он не был мечтателем на самом деле. Но иногда он представлял себе, как отправляется на поиски какой-нибудь заброшенной библиотеки. На поиски редчайших раритетов. О которых давно уже никто не помнит. Представлял, как отворяет дверь древней библиотеки. И оказывается посреди пыльных полок. Вплотную заставленных самыми разнообразными книгами. Он не знал, откуда у него такие мечты. Ведь он даже никогда никуда далеко не путешествовал. Предпочитая оставаться домоседом и посвящать время чтению и работе. Ему пришлось очнуться от собственных мыслей, когда поезд остановился на вокзале. И он отправился к выходу из вагона, взяв свою небольшую сумку. Он не собирался здесь надолго задерживаться. Поводов особых для этого не было. Но он не мог не признать, что ему было интересно узнать, что хочет от него мать. Зачем он ей понадобился? Может быть это ее попытка реабилитироваться за его детство? За то, что она не дарила ему свою, так ему нужную любовь? Хотя он тут же откинул эти мысли. Слишком она выглядела смешно. Более реальным был вопрос с наследством. Но Егор не собирался оспаривать любое решение матери. Проще сказать, ему было попросту все равно, оставят ли ему что-нибудь родительницы или нет. Он давно зарабатывал сам и никогда не испытывал особой тяги к богатству. Даже сумел накопить себе на квартиру, пусть и маленькую, зато свою. И она была недалеко от работы. В не самом престижном районе города. Наверное, именно поэтому ему удалось все взять относительно недорого. Вокзал он взял такси, теперь ехал по хорошим, знакомым, но уже поддернутыми пылью воспоминаний улицам города. Он не испытывал тоски или ностальгии по этому месту. Он относился к этому так, словно это был некий перевалочный пункт, на котором он провел некоторое время вот и все. Дом, в котором он вырос, ничуть не изменился. Все такие же густые заросли орешника, что укрывали стены маленького особнячка, построенным еще первым супругом матери. Престижный район, статусные соседи, просто мечта, а не дом. Расплатившись, Егор вышел из такси, внимательно рассматривая дом. Фасад немного выцвел и поблек, и уже не так привлекал к себе внимание, утопая в разнообразной зелени. Ничего в его груди не шелохнулось, даже когда он толкнул калитку и направился ко входу в дом. Он не почувствовал ничего, только если легкую досаду из-за того, что ему пришлось сюда ехать. Дверь открылась сиделка матери и проводила его в столовую, где уже был накрыт обед. Егор пообедал и только после этого поднялся к матери. Он поразился ее видом, когда увидел ее лежащей в постели с множеством проводов, которые, словно змеи, опутывали ее тело. От былой красоты издать не осталось ничего. Теперь это была старая женщина, высохшая от болезни и снедаемая старостью. Егор с трудом справлялся с собой. Он помнил мать совершенно другой, ведь с тех пор они не виделись ни разу, а по голосу невозможно понять, как выглядит человек. Он постоял некоторое время, после чего неуверенно подошел к постели и сел на стул, что стоял рядом. Мать открыла глаза в обрамлении темных кругов. На похудевшем лице они смотрелись бездонными и светлыми озерами. Егор мысленно вздрогнул. Разум отказывался принимать то, что видели его глаза. «Ты приехал!» прохрепел совершенно чужой голос изо рта его матери. Он просто кивнул, осторожно беря в свои руки хрупкую материнскую ладонь с тонкими пальцами. Сложно было поверить в то, что эти тонкие пальцы когда-то могли ударить его по спине с такой силой, что у него оставался синяк. Или когда с силой сжимали его ухо. Кожа была прохладной, и она не сжала его пальцы в ответ, даже в таком состоянии отстраняясь от собственного сына. Ее глаза смотрели на него равнодушно и даже с какой-то жалостью. «У меня не так много времени. Я хотел рассказать о твоем отце. Пока у меня есть время. Ты имеешь право знать». Егор вновь молча кивнул. А что ему было говорить? О своем отце он ничего не знал, только инстинктивно чувствовал ненависть и озлобленность матери на этого человека. Когда был подростком, часто задумывался о том, что же он такого сделал ей, что она так относится к нему. И перенесла свое отношение на их общего сына. «Твой отец...» Глаза матери подернулись белесой пеленой воспоминаний. Говорила она медленно, словно даже способность говорить уже покидала ее. Но она хотела поведать сыну свое прошлое. Нет, не в поисках прощения, а просто потому. Потому что просто она так хотела. Вот и все. Возможно, она хотела причинить ему немного боли. Кто знал ее мотивы лучше, чем она сама? Он был археологом. Мы познакомились с ним на выставке археологических древностей. Мне никогда не нравились такие места. Я не понимал эту старость ко всяким... Я никогда не понимал эту страсть ко всяким древностям. По мне так глупость несусветная. Лазать по старым пещерам и вытирать грязь со всяких бесполезных обломков. Но у него так горели глаза, когда он рассказывал о своих экспедициях. Я влюбилась в него без памяти, слушала, открыв рот. Мать замолкла. Отдыхая от долгого для нее разговора и прикрыв глаза. Но она хотела рассказать Егору. Потом продолжила. Но на одной о любви счастье не построишь. Довольно быстро я поняла, что он не любит меня. Он не способен был любить другого человека. Даже себя он не любил. Он любил свои эти раскопки. Какие-то изыскания и старые артефакты. Бесполезные и пыльные. Женщина замолкла. А Егор слушал, затаив дыхание. Он наконец-то слушал про своего отца. Хоть какая-то информация. Значит, он был археологом. И по всей видимости, он был крайне увлечен своим делом. Что сильно обижала его мать. Хотя, наверное, это обидит любого человека, который с головой ныряет в любое увлечение. А партнер не отвечает взаимностью. А он искал что-то. А мне уже это было не важно. Укатив очередной экспедиции, он пропал. Заставив мне на память только свои вещи и... Тебя. Даже теперь, спустя столько лет, ее ожгла обида. Мучила и грызла ее изнутри, нашептывала об упущенном счастье. Словно она могла что-то сделать с тем, что влюбленный целиком и полностью в итоге отдался своему увлечению. Своей работе. Такой же худой, высокий и угловатый. В очках. В очках и вечно взлохмоченный темными волосами. С глазами, которые вспыхивали, когда он брал в руки старинную книгу. Такой же фанатичный, как и его отец. И она пыталась исправить, воспитать из него кого-то другого, чтобы он не повторил путь своего отца. Но у нее ничего не получилось. Разочарование пузырилось в ней. Словно зловонная лужа. Она так и не смогла полюбить собственного ребенка. Он оставил несколько своих тетрадей. Я так и не смогла их выбросить. Уже больше тридцати лет я ничего не слышала и не знаю о нем. Хотя я и пыталась его искать. С моими связями, сам понимаешь, сложно спрятаться. Я так и не смогла его найти. Даже тело его. Мать криво усмехнулась, растягивая бледные тонкие губы. Даже сейчас, находясь на смертном одре, она сохраняла свою изысканную заносчивость и презрение к окружающему миру. Больше Егор с матерью не разговаривал. Последними словами, что она ему сказала, это где найти эти самые тетради, которые остались от ее отца. А вот и все. Егор еще немного посидел с ней. Когда она уже уснула, уставшая от разговора. Всматривался в ее осунувшее исхудавшее лицо. Словно пытался запечатлеть ее черты в своей памяти. С небольшой растерянностью гладил ее холодную, хрупкую руку. Но не чувствовал к этой женщине ничего. Ни обиды, ни горечи, ни любви. Это была просто женщина, которая прожила жизнь, как считала нужным. Вот и все. И в итоге не снискала к себе уважения от собственных детей. Да и друзей у нее, близких, так и не появилось. Она попросила Егора остаться в доме и переночевать в его старой комнате. Мужчина не стал возражать. В принципе, это был не такой уж и плохой вариант. А завтра он поедет обратно. Не, нельзя было сказать, что ему здесь было не в моготу находиться. Но ему просто хотелось вернуться домой, вот и все. К его удивлению, комната осталась в таком же виде, в котором он ее и оставил несколько лет назад. Здесь убирались, но все его вещи остались на своих местах. Он с улыбкой посмотрел на книжную полку, которая трещала от изобилия книг. Чего там только не было. И от бульварных желтых романов, до серьезных научных, талмудов, на самые разнообразные темы. Его старые рисунки все так же лежали на столе. Смешно сказать, он хотел стать известным художником. Он начал рыться в своем столе, рассматривая свои старые увлечения, вспоминая с ностальгией о мыслях, которые тогда бродили в его голове. Когда ты молод, перед тобой открыто такое великое множество путей, что неудивительно чувствовать растерянность и непонимание, кем ты хочешь стать. Ведь когда ты молод и глуп, ты совсем не понимаешь, что тебя может ожидать дальше. Хоть тут любой человек не может знать. И какой бы выбор ни был бы сделан, он в итоге всегда может оказаться неверным. Или на редкость удачным. Как повезет. Ужинать Егор не стал. Он неожиданно почувствовал себя уставшим. Только сходил в комнату к матери, где в недрах ее шкафа на дне нашел обувную коробку, в котором лежали какие-то безделушки и две толстые коричневые тетради, от которых дышала старостью. Коробку он решил исследовать уже дома, в спокойной обстановке, хотя любопытство то и дело покалывало его в кончике пальцев. Спалось ему в старом своем доме муторно и плохо. Ночью за стенами дома разыгралась гроза, и он, только погрузившись в дрему, резко вздрагивал, стоило загреметь гром, у которой походил на громкий человеческий крик. Разумеется, это ему только грезилось, ведь полноценного сна не получилось. Утром он стал разбитый, еще более уставший, чем накануне вечером. Горничная, которая тихо постучалась к нему, как только он умылся. Дверь в ванную была прямо из его комнаты. Посмотрел на него с жалостью, после чего сообщила, что ночью его матери не стало. Ну и, разумеется, его сестра примчалась поражающей скоростью, после того, как ее оповестили о кончине дорогой родительницы. Егор чувствовал печаль. Так всегда бывает, когда один человек узнает о кончине другого. Но печаль это легкая, словно пыль, и от нее быстро и просто избавиться. Но вся ситуация в целом его не порадовала. Придется ему здесь остаться. Проводить его мать в последний путь. Хотя он был уверен в том, что она все подготовила. Да и встреча с сестрой его совершенно не порадовала. Он чувствовал презрение от этой молодой, красиво одетой женщины, которая манерами походила на мать, но совершенно не была на нее похожа. Тяжелая челюсть, высокий лоб, выпученные глаза. Она не была красавицей и прекрасно это понимала. Но она обладала хорошо подвешенным языком, компенсируя таким образом внешнюю непривлекательность. Ну и обозлена из-за этого была. Выйдя замуж, довольно поздно, по ее, разумеется, меркам. Встреча с сестрой прошла холодно, но спокойно. Она быстро поняла, что Егор ни на что не претендует, хотя мать и оставила завещание. Однако она позаботилась не только об этом. Похороны произошли через несколько дней, когда все формальности были соблюдены. Занимались всем люди, которые получили оплату заранее. Удивительная прозорливость, как ни крути. Впрочем, когда завещание было оглашено, даже Егор удивился. Мать большую часть имущества сестре, что было логично. Но и для него осталось два весьма внушительных счета. Он думал, что ему вообще ничего не будет оставлено. А мать все равно поступила по-своему. Кое-что ушло и в благотворительные фонды. И тут сестра была жутко недовольна. Но ничего поделать с этим не могла, разумеется. Брат с сестрой вышли от нотариуса. Попрощались и разошлись в разные стороны. Он поспешил на поезд, уверенный в том, что больше они не будут общаться никогда. Наверное, так будет лучше. Ведь их ничего не связывало теперь совершенно точно. О коробке он вспомнил только дом, когда разбирал сумку со своими вещами. Он с интересом принялся изучать ее содержимое, поставив на кухонный стол и аккуратно доставая из нее вещи. Особенно привлекла его внимание одна безделушка. По всей видимости, это был какой-то амулет, выполненный из странного легкого камня в форме капли, которая обвивала какая-то лоза. Амулет был маленький, меньше ладони. И он сразу подумал о том, что стоит придумать для него какой-нибудь шнурок. Видно было, что вещь эта старая. И как-то неуловимо притягивала к себе его внимание. Отложив амулет в сторону, он продолжил исследовать содержимое коробки. Может быть, отец дарил матери эти безделушки, браслет, серьги и еще какие-то броши. Все это было старой бижутерией. Сразу было понятно, что много денег они вряд ли стоят. Но были довольно старыми и симпатичными. Женщины любят такие безделушки. Но Егор не мог припомнить, чтобы мать носила именно эти. Также он нашел старую, выцветшую фотографию. На ней была мать с мужчиной. Они обнимались и улыбались в камеру. Вот только лицо мужчины было невозможно рассмотреть. Настолько фотография истрепалась. А потом настал черед тетрадей. И когда Егор принялся за их изучение, это поглотило его целиком и полностью. Это оказалось нечто вроде дневников исследователя. Но сложилось такое ощущение, что не хватало нескольких частей перед этими двумя. Егор жадно вчитывался в слова, которые были написаны небрежным почерком. По первой тетради непонятно, что отец что-то искал. Он объездил множество мест и подробно рассказывал об этом. Места эти были непопулярны для туристов. Например, зачастую находились в каких-то лютых дебрях. Он лазил в пещеры и продирался сквозь густые джунгли. Он даже несколько раз нырял. Посреди этих поисков отец рассказывал о какой-то древней культуре. Вернее, о народе, следов которого к настоящему времени почти уже не осталось. Но отец занимался исследованиями всю жизнь. Ему удалось кое-что найти. Он нашел какие-то древние записи, которые были высечены на тонких каменных табличках. Удивительная вещь оказалась. А вот только никто, кроме него, не заинтересовался этим, приняв за какое-то украшение. А вот он взялся за расшифровку. На что именно там вычитал отец, не писал. Наверное, это было в других его тетрадях. И то, что он там вычитал, его настолько поразило и зацепило, что стало смыслом его жизни. Он искал, искал и еще раз искал. Егор даже нашел пару страниц, где отец описывал свои отношения с матерью Егора. В этих строчках сквозило сожаление. Как бы он ни старался, он не мог полюбить ее. Хотя лучшей женщины в своей жизни не встречал. На этом вторая тетрадь закончилась. Она была наполовину пустой. После этого отец отправился в очередную экспедицию и пропал. Егор оторвался от чтения, уставившись в окно, за которым медленно разговорился рассвет. Он и не заметил, что просидел над тетрадями всю ночь. Его жгло любопытство. Что же за артефакт древних он искал? Что это так увлекло его? Как выяснить правду? В первой тетради его отец казался таким одержимым, что Егор невольно заинтересовался его поисками. Любопытство внутри ворочалось и ворочалось, требуя ему найти хоть еще что-нибудь. Но с другой стороны, он понимал, что в этом смысла немного. Ведь прошло 30 лет с момента исчезновения отца. Какие следы он теперь мог найти? Да никаких. Мужчина с сожалением сложил все, кроме амулета капли, в коробку, и закрыл ее, после чего отнес в комнату и спрятал под кроватью. Вот оно. Единственное ценное наследство, что осталось ему от родителей. Хотя отец вряд ли думал о том, что он больше не вернется. А еще было удивительно то, что он так высоко ценил свою женщину. Хотя и честно признавался в том, что не смог полюбить ее. Интересно, может именно поэтому мать была настолько глубоко обижена и вымещала обиду на собственном сыне? Ведь по ее словам Егор был так похож на отца. Егор почувствовал уныние. Видимо, прошлое его отца, да и сам он, останется загадкой. Загадкой, которая подарила ему жизнь и исчезла. Егор не представлял, что вскоре у него выпадет шанс разгадать тайну своего отца. И появится возможность отыскать его спустя столько лет. Жизнь продолжается в обычном режиме. Егор не тосковал и не печалился, хотя сделал несколько попыток отыскать отца. Ведь имя и фамилии у него были, а он оказался довольно известным археологом в своих кругах. Вот только, к сожалению, уже никто почти и не помнил о нем, ведь прошло столько лет. У Егора даже не получилось выяснить, где жил отец. Хотя и знал, что у того был весьма кочевой образ жизни. И даже квартиры собственные он не имел. Егор, поняв, что на этом все обрывается, бросил все свои попытки. Тем более отца искала мать. А возможностей у нее было намного больше. И даже если она не смогла отыскать пропажу, то сможет ли сделать это он после такого количества ушедшего времени. Поэтому он наставил свои попытки. Его жизнь вернулась в привычную колею. Но примерно через два месяца он получил странный звонок. Незнакомая пожилая женщина уточнила, является ли он сыном Якова Ланга. И, получив подтверждение, сказала, что его отец когда-то арендовал у нее гараж, в котором хранил свои вещи. Она уезжала из страны на тот момент. И вот только сейчас вернулась ненадолго. Оказалась она женой одного из коллег отца. И также сообщила, что гараж до сих пор закрыт. С тех самых пор, как его отец исчез. Сама она с этим разбираться не хочет. Но если Егор сможет, то может подъехать и забрать ключи. Егор был в шоке. Прошло столько лет. И получить такую неожиданную весточку было очень странно. Но внутри Егора всколыхнулась надежда и любопытство. Надежда на то, что он сможет выяснить, что стало с отцом. И любопытство к тем поискам, что он проводил. Егор с трудом дождался выходных и отправился в еще один маленький городок, пососедствовать с тем городом, в котором он вырос. Наверное, эта ситуация была во всех крупных городах. Они были окружены более мелкими поселениями, словно планета со своими спутниками. И чем дальше от большого города, тем реже они встречаются. Городок этот, хотя это скорее был поселок городского типа, утопал в зелени и состоял из двухэтажных старых домов. Ничего интересного здесь не было. Даже какого-то большого магазина. А в некоторых местах до сих пор сохранилась брусчатка, которые раньше были вымощены улицы города. Но зато здесь было очень умиротворенно, что ли. Удивительное ощущение. Но Егор действительно с удовольствием прогулялся по его широким улочкам, пока искал нужный адрес. Что примечательно, все дома явно недавно красили. И в большинстве случаев они сверкали новыми пластиковыми окнами. Мусора, кстати, тоже не было. Даже вездесущих окурков. Либо здесь были очень шустрые дворники, либо местные жители элементарно следили за чистотой. Это Егору тоже очень понравилось. Женщина, которая звонила ему, оказалась ничем не примечательной. Егор спросил у нее, помнит ли она отца. И она с явной жалостью ответила, что ее муж хорошо знался с ним. Она просто сдала ему гараж для хранения вещей. Но мужа теперь нет. И она чисто случайно узнала о том, что Егор ищет Якова. И решила помочь хоть так. Сама она живет с дочерью за границей. И гараж ей этот уже сто лет как не нужен. Но продавать его тут невозможно. Никому это уже не нужно. Причем давно. Так что ключи Егор может не возвращать. Попрощавшись с женщиной, Егор отправился на поиски гаража. Думая о том, сохранилось ли что-то там еще или нет. К слову, амулет, который он нашел, теперь на силу. Очень уж сильно эта безделушка нравилась Егору. Ему словно теплее становилось, когда она висела на его шее. Странное ощущение, но очень приятное. Интересно, где ее нашел отец? Может быть, это действительно был какой-нибудь древний артефакт? От этих мыслей у него аж кровь вскипела. Все это походило на приключенческий роман, который он так любил иногда читать. И отдаваться на волю собственной фантазии. Но дело было еще и в том, что человеку всегда интересно узнавать про собственные корни. Вот и Егор хотел узнать жизнь своего отца. И понять, куда же он все-таки пропал. Гаражи оказались частично заброшенные. Наверное, раньше это был кооператив. А потом он схлопнулся. И в итоге все пришло в упадок. Впрочем, было видно, у каких гаражей были владельцы, а у каких не было. Несколько и вовсе стояли без дверей. Видимо, снимали на металл и выгребли все, что было внутри. Изнутри они проросли травой. И были наполнены всяческим мусором. Егор прошел мимо, ища нужный номер, который в итоге оказался где-то в глубине. Где почти не встречалось ухоженных дверей. Нужный номер на двери почти выцвел. И ему пришлось присмотреться к соседним, чтобы убедиться, что это нужно ему. Ключ подошел, но замок настолько проржавел, что Егору пришлось повозиться, чтобы открыть его. Он даже побоялся, что он и вовсе не откроется. Но через некоторое время он все-таки щелкнул. И открылся, давая возможность открыть дверь. Сердце в груди Егора глухо стучало. Столько лет. Столько лет здесь лежали вещи отца, и он, наконец, сможет узнать о нем больше. И составить хоть какое-то мнение о нем. В гараже было пыльно и темно. Но сухо, что порадовал Егора. Света предсказуемо не было. И он включил фонарик на телефоне, осматриваясь. Несколько коробок, завернутых в полиэтилен, вот и все. Коробок оказалось пять. И Егор почувствовал уколы разочарования. Нет, он, конечно, не думал о том, что здесь будет много вещей. Но эти пять коробок смотрелись так сиротливо. Словно человек ничего не смог нажить за жизнь. Выглядело неприятно на самом деле. Но с другой стороны, Яков посвятил почти всю свою жизнь исследованиям и поискам остатков следов древнего народа. А будучи постоянно в разъездах и путешествиях, невозможно что-либо накопить. Такая мысль пронесла определенное облегчение. И удобнее, взяв телефон, он взял первую коробку, чтобы посмотреть, что в ней. В ворота гаража неожиданно постучали, и Егор чуть не уронил коробку от неожиданности. А ведь она была довольно увесистой. Оказалось, что увидев открытую дверь, решил заглянуть сосед, убеленный сединами бодрый старичок, который с радостью вспомнил и владельца гаража, и его арендатора. Хорошая память у старичка. «Хороший мужчина такой. Так ты его сын. Больно похоже. Только он покрепче был. Так-то он тут редко появлялся. Но я все время тут торчу. Сначала от жены прятался, а как жены не стало, от одиночества с машиной вожусь». Старичок грустно улыбнулся. «Машину починю, продам, куплю ведро какое-нибудь. Все по-новой». «А чем мне еще заниматься-то?» «А так и доход небольшой получаю от этих дел всех». «Так вот. Он тут редко появлялся. Говорил, что вещи просто храним. А сам в разъездах вечных. Вот и все, что я знаю». «Он не особо общительный-то был. Видно, было, человек серьезный. А мне тут скучновато, конечно. Э, ведь были же времена». Егору стоило больших трудов, чтобы отделаться от общительного старичка, который припомнил кооператив молодости, который от дефицита общения явно хотел поведать новому знакомому множество занимательных историй из его жизни. Но Егору удалось его вежливо послать обратно в гараж. Но старичок так обрадовался нечаянному собеседнику, что принес лампу на длинном шнуре. И это изрядно облегчило дело. Старичок был через два гаража от него. Когда болтливый дед ушел, Егор наконец-то взялся за коробки. В четырех коробках не оказалось абсолютно ничего интересного. Одежда, личные вещи, всякие памятные сувенирчики, календарики и безделушки. Как бы человек ни старался подавить в себе страсть к сувенирам, они все равно покупались и прятались в недрах коробки. Одежда вся была старая и пахла от нее тяжелым, лежалым духом. А вот уже в пятой его ждали тетради, очень похожие на те, что ему дала мать. Он пролистал несколько из них и решил, что коробку заберет целиком и уже дома будет их изучать. Там были еще какие-то вещи, но он не стал уже углубляться. Устал, живот ворчал от голода, да и темнеть начинало. Крякнув от тяжести коробки, он вынес ее из гаража, завернув остальные обратно в полиэтилен. Почему-то решил их оставить, хотя и не верил, что это может пригодиться. Занес старичку лампу, который копался с машиной и умело избежал разговора, сказав, что нужно ехать, а то поздно уже. Вызвав такси, он прихватил свою коробку и отправился домой. Приехал уже глубокой ночью. Глаза слепались от усталости, оставив коробку на кухне, он отправился отдыхать. Хорошо, что завтра был выходной, и можно будет сначала отоспаться, а потом приняться за исследование. Когда он на следующий день, хорошенько выспавшись, пришел на кухню и заварил себе кофе, он нахмурился. Вчера вроде как коробку оставлял на полу, а сейчас она стояла на столе. Но он не стал заострять на этом внимании. Может, сам переставил и забыл, слишком уставший был. Позавтракав и умывшись, он принялся за коробку. Под тетрадями он вновь нашел несколько артефактов, и сначала внимательно рассмотрел их. Предназначение их предметов было ему непонятно. Они походили на его амулет, искусно вырезанные из неизвестного камня лозы, которые плотно переплетались между собой, образуя небольшие шары. Всего их было четыре штуки, и Егор некоторое время вертел их в руках, недоумевая о возможном предназначении. А потом он взялся за тетради и довольно быстро понял, что отец их начал вести еще с молодости. Он без труда расположил их по порядку и принялся читать первую. Яков был молодым оптимистом, которого влекла археология. Он с таким восторгом описывал свои первые раскопки, что прямо видно было, как он горел своей работой. Редко, когда человек проявляет такую любовь к тому, чем занимается, если это не является простым увлечением или хобби. К работе ведь обычно как относятся? Как к рутине, как к занятию, которое может принести доход, вот и все. А тут в каждом написанном слове сквозила гордость за то, чем он занимается. Некоторое время он работал с обществом археологов по всей стране. И даже написал пару научных работ по древним культурам страны. А потом он нашел те самые таблички, которые все приняли просто за украшения. Никто не увидел в нанесенных знаках какого-то смысла. А вот Яков увидел и начал работать с ними. Хотя, как он писал, в обществе археологов его чуть ли не обсмеяли. Именно поэтому он не стал никому рассказывать, как именно расшифровал. Яков писал, что символы эти были похожи с египетской письменностью и письменностью еще нескольких народов. И он потратил почти два года на расшифровку. В итоге он предположил, что это была еще более ранняя письменность. И благодаря этому смог продвинуться в своих исследованиях. Конечно, некоторые части так и остались непонятными. Но в целом там говорилось о портале, что ведет к бессмертию. Тут Егор отложил тетрадь и встал, чтобы приготовить себе чаю. Путь к бессмертию. Сколько себя помнит человечество, столько и волнует его этот вопрос. Но сам Егор никогда не думал об этом серьезно. Ну какой толк от вечной жизни? Рано или поздно интерес ко всему пропадает и останется только наблюдать за окружающим миром, который неуловимо меняется. Ведь если бы это было нужно и возможно, люди и были бы бессмертными, ведь так? Егор подтягивал чай и думал о том, что отец ему показался рациональным человеком поначалу. Хотя он и не знал его лично, но судя по записям, он не относился к мечтателям, хотя и серьезно увлекался археологией. А сейчас внутри Егора была масса недоумения. Неужели отец серьезно поверил в возможность бессмертия? Звучит фантастически и невероятно глупо на самом деле. Но судя по всему, отец серьезно увлекся этой идеей. Неудивительно, что его называли сумасшедшим и отказывались поддерживать. Хотя он и хитрил, прикрывал истинные свои поиски необходимостью производить раскопки. По одному из своих научных трудов. Но долго правду скрывать не смог и в итоге лишился поддержки. Даже писал о том, что один раз познакомился с обеспеченной женщиной и у него получилось уговорить ее спонсировать очередную его экспедицию. Но ему было стыдно за свои действия, поэтому так больше делать он не стал. Аи привез все свои находки, чтобы как-то компенсировать свои действия. Невзирая на собственный фанатизм, Яков был совестливым человеком. Потом он записывал места, в которые он ездил. Описывал найденные улики и следы, хотя их и было ничтожно мало. А Егор читал и поверить не мог. Но как можно верить в такую ерунду? Как можно жить такой бредовой идеей? Может, отец и правда был головой нездоров. Ведь как так можно было верить в то, что может послужить проходом к бессмертию? И неистово искать это нечто, хотя никаких следов почти нет. Артефакты в виде шаров отец называл активаторами, а амулет ключом. Но больше никаких пояснений по этому поводу не писал. Уже немного позже он пришел к выводу, что портал, проход или дверь были давно уничтожены. Но способ восстановить ее все равно есть. К тому моменту, как он все это понимал, он уже был в отчаянии. Это писалось в тетради, что шла после первой прочитанной Егором, если смотреть по логике. Отец действительно был в отчаянии, ведь он потратил на это всю свою жизнь, а результат грозился быть нулевым. Потом он писал о найденной книге, которую написали немного позже представители одного маленького тайного общества, которые выяснили секрет прохода. Отец толком ничего не писал, но написал, что книгу спрятал в доме своей возлюбленной за одним из портретов с прошлым. Больше ничего интересного в записях отца не было, разве что его поездки, но Егор так и не смог понять, куда именно он отправился в тот последний раз, когда пропал. Егор сразу подумал о том, что нужно найти книгу. Любопытство внутри него разгорелось с новой силой, и в голове настойчиво засела мысль об этой книге. Он не сомневался, что любимой женщиной отец называл мать Егора, а значит и книга спрятана в особняке. Пусть даже она окажется сборником бреда, но его жгло любопытство, это ведь книга. Раздумывать долго он не стал, взял в руки телефон и набрал номер сестры. Сестра удивилась звонку брата, а Егор объяснил, что хотел бы забрать свои старые книги из своей комнаты, и не будет ли она против, если он заедет в особняк. Егор говорил предельно спокойно, даже с легкой ноткой вины в голосе, мол, не побеспокоился об этом в прошлый свой приезд, подумал только сейчас. Сестра немного подумала, но препятствовать не стала, она уже вывезла из дома все, что могло представлять ценности, комната брата осталась нетронутой, там ничего стоящего не было, поэтому свое согласие она дала, сказав, что ключи он сможет забрать в любое удобное время, только придется заехать к ней. Договорившись, он испытал облегчение, думал, что сестра упрямиться будет, но визиты ему пришлось отложить до собственного выходного. Честно говоря, все эти разъезды и вся эта таинственность, которая была окутана фигурой отца, заставляла его чувствовать себя более живым. Нет, он обожал свою работу, но сейчас в его жизни была интрига, которая разжигала кровь внутри него, заставляла более полно и ярко чувствовать вкус к жизни. И это, безусловно, было интересно, словно он попал в одну из своих любимых приключенческих книг. Приехав в дом своего детства, он удивился тому, как здесь теперь было пусто, тихо и даже как-то мрачно. Сестра вывезла все, что только можно было, кроме картин, что было немного странно. Но, смотрев парочку, он понял, что дело было в том, что они просто не имели какой-либо ценности. Вот сестра их и оставила. Нужную картину он отыскал рядом со своей комнатой, но она его совсем не он вообще просто походил по дому, заглядывая за картиной, пока не нашел нужное. Это была просто ниша в стене, про которую все благополучно забыли еще с постройки дома. Интересно, как отец ее нашел? Случайно уронил картину или просто заглядывал за каждую в поисках тайников? Хорошо, что сестра не додумалась что-то искать за картинами. Книга лежала в этой нише, заботливо завернутая в какую-то тряпку. Книгу он забрал, как и несколько своих вещей из комнаты. В частности, книги, которые были милые его сердцу. Заехал к сестре, чтобы отдать ей ключи. Она неожиданно пригласила его на обед. Он удивился, но отказывать единственной оставшейся родней не стал. Да и сестра вела себя нормально, не задирала нос. Пожалуй, впервые за всю жизнь они просто поговорили, обсудили работу Егора, он порадовался за сестру, когда она сказала, что у нее получилось забеременеть. Как он понял, вышла она замуж только из-за этого, и с мужем у них был оформлен брачный договор, чтобы в случае развода каждый остался при своем. Егор не мог не отметить, что скорое материнство шло о сестре. Резкие черты ее лица немного разгладились, а глаза светились счастьем. удивительное преображение. Расставались они, конечно, недобрыми друзьями, но тонкая ниточка, что связывает брата и сестру, образовалась. По крайней мере, они договорились переписываться время от времени. А самому Егору было неожиданно тепло, где-то в глубине его человеческого существа. Именно так себя чувствует человек, который не один единственный в этом мире, у которого есть родственники, с которыми они общаются. Наверное, именно так. Раз это чувство ему так понравилось. Об этом и размышлял, возвращаясь домой. А дома, заварив себе своего любимого чая, он взялся за прочтение книги, которую оставил в наследство отец. Интересно, почему он спрятал ее в доме своей возлюбленной? Надеялся вернуться? То, что она беременна, он ведь не знал. Книга его захватила. Странное ощущение, с учетом того, сколько книг он уже прочитал. Ведь разный встречал книги, а это оно словно затянуло его в себя. Сковал разум витиеватыми закорючками букв. Говорят, что в некоторых книгах прячется безумие. и это была явно одна из них. Он быстро это понял, но не мог остановиться и продолжал читать. Ладони вспотели, сердце глухо стучало где-то в глубине груди, и он чувствовал себя так, словно начинал заболевать. Страшные вещи были написаны на этих пожелтевших страницах. Вещи, о которых обычный нормальный человек себе и представить не может. культ этот следовал заветам какого-то малочисленного древнего народа, который вел дикарский и оккультный образ жизни. Но дикарство не мешало им иметь письменность и проводить ритуалы, благодаря которым они могли иметь контакт с существами, которые жили в других измерениях. Верили они в пришествие в реальный мир, чужеродных чудовищ, которые вьются у самой границы миров. Все жаждут проникнуть в реальность, а никто не пускает их. Вот этот древний народ и хотел привести их, считая, что таким образом они очистят мир и позволят ему родиться заново. И они искали различные способы, очень мерзкие, и использовали в том числе. Читать было неприятно, но оторваться Егор никак не мог. А потом они построили портал, работающий в одну сторону. Вернее нашли способ его создать, используя определенные артефакты и ключ. И выяснили, что этот портал не просто ключ в другое измерение, но и путь к бессмертию и сокровищам, которые там хранились. Как они это выяснили, не уточнялось. И у Егора возникло ощущение какого-то обмана. Только была не ясна цель этого обмана. В итоге этот народ ушел сквозь портал, а последний, которому пришлось здесь остаться, разрушил портал, чтобы никто больше не посягнул на это самое бессмертие и сокровище, но оставил записи, которые восстановил культ, который тоже хотел пойти по этому же пути. Видимо, этот последний древний оставил достаточно подробную инструкцию, раз от них осталась только вот эта рукописная книга. Наверное, для того, чтобы и другие могли последовать по их следам. Егор сидел потрясенный. Он смог оторваться от книги только когда прочитал последнюю страницу. Глаза жгло, и они болели от напряжения. Бросив взгляд на часы, он удивился, что прошло так много времени, хотя книга не выглядела толстой. Внутри осталось противное послевкусие от прочитанного. Он не встречал книги противнее, хотя и всякое доводилось читать. Как можно было написать такое? Как можно было верить в то, что написали эти люди? Они любили собираться в общины, группы, создавать всяческие секты и культы, неистово веруя во что-то, но это... Даже если это было правдой, во что Егор не верил от слова совсем, хотя и было что-то внутри, какой-то вкратчивый голос, который нашептывал обратное, то как можно было желать призвать каких-то чудовищ, чтобы они очистили этот мир? Почему группа каких-то сумасшедших людей может решать, очищать мир или нет? И как отец мог верить в этот бред? Да, он, наверное, был мечтателем, который хотел достичь бессмертия и сокровищ, скорее всего. Ведь кто не хочет жить богато и вечно? Хотя, наверное, и такие люди есть. Егор отложил книгу устало, потер виски и потянулся за чайником он же помнил, что делал полный чайник своего любимого напитка и не притрагивался к нему, пока не дочитал книгу. Раздраженно пожав плечами, он сделал еще одну порцию, после чего тяжелым взглядом уставился на книгу. Даже смотреть на нее было противно. Это коричневая обложка без названия. Даже прикасаться не хотелось. А может и вовсе избавиться от нее, чтобы никто не смог больше найти ее, прочитать и поверить в этот написан. Егор сосредоточенно провел ладонью по своему подбородку. Давно не брился. И почему-то у него не хватило решимости взять проклятую книгу и сжечь ее, например. Поэтому он пока просто спрятал ее подальше от собственных глаз. Бред это все. Сущий бред. Как можно поверить в это? А потом в его квартире начало твориться что-то странное. Егор решил жить как будто ничего не было. Словно он не ощущал дыхание тайны на своей душе. Матери больше не было. Отец пропал еще до его рождения. Зачем тормошить прошлое? Но он не знал, что уже потянул клубок хитросплетения тайн за один из концов. И клубок начал постепенно разматываться. Вот только Егор об этом совершенно не знал. Пока еще. он вернулся к работе, настойчиво отгоняя от себя мысли об отце и о книге. И обо всем том, о чем он узнал, прочтя эту самую книгу. Нет, не так. Это была не книга, а сборник шизофрении, который написал какой-то невменяемый человек. А другие потом в эту ерунду верят и исчезают без всякого следа. А еще внутри была обида на отца. Но как взрослый человек мог поверить в эту писанину? Вот как? У Егора просто в голове это не укладывалось. Он старался об этом не думать, но мысли в его голове все равно хороводились. И не желали покидать его. Он понимал, что нужно время, поэтому постарался завалить себя работой. К слову, с сестрой они иногда переписывались. И от этого у него становилось теплее на душе. Ему становилось стабильнее. Погруженный в работу, он не сразу обратил внимание на то, что вещи в квартире перемещаются. Он жил один, домашних животных не имел. И приходилось сильно уставшим, поэтому не сразу обратил внимание, что ровные стопки книг перемещаются по комнате. Обратил он это внимание, потому что однажды утром споткнулся об одну из таких стопок, когда проснулся и встал с кровати, больно ушибив пальцы ноги и ругнулся и включил свет с недоумением рассматривая разлетевшиеся книги. Он точно понял, что не ставил их сюда, сто процентов. Он вернулся домой, быстро поужинал, насладился чаем, очередной книгой и потом отправился спать. Он в недоумении собрал книги обратно в стопку и поставил ее так, чтобы она не мешала проходу. Почесал затылок и пожал плечами. Ладно, может и правда сам переставил да забыл. Бывает же такое. Он быстро переключил внимание на что-то другое, но странности продолжались. Вещи меняли свое привычное расположение в квартире, словно кто-то, пока он спит или на работе, пользовался ими. Книги то исчезали, то появлялись вновь, а чай постоянно исчезал. Егор недоумевал и чувствовал глухое раздражение от непонимания того, что происходит. Закрадывалась мысль, а если это он сам все делает, просто не помнит. Но это выглядело совсем бредово. А еще он начал замечать, что в некоторых частях квартиры амулет, который он так и продолжал носить, едва заметно нагревается. Это происходило на кухне рядом с тем местом, где он спрятал книгу, и чем дольше он находился рядом с этим местом, тем сильнее нагревался амулет, привлекая к себе его внимания. Егор терялся в догадках, что это могло значить, почему это происходит. Атмосфера в квартире тоже изменилась, ему теперь было постоянно прохладно, хотя батареи работали нормально. Он стал более нервным, невнимательным, что отражалось на его работе и вызывало недовольство руководства. Внешний вид его, невзирая на то, что он питался нормально, как и спал, был пледным и немного изможденным. Под глазами залегли темные круги, а вообще Егор чувствовал какую-то странную слабость, которая растекалась по его телу, особенно утром, когда он собирался на работу. Он даже не мог иногда встать с постели, ему приходилось ждать, пока слабость не уйдет. А еще сны. Словно из-за туманной стены его кто-то зовет, и слов разобрать невозможно. Но то, что зовут именно его, почему-то понятно. Это действительно изматывало. Но у него и мысли не возникало попытаться куда-то уехать. Он словно был насекомым в ловушке. Вроде вот свобода, так близка, но лапки уже завязли в липком клею, из которого невозможно выбраться. Кроме странных вещей, что творились вокруг, его голову также атаковали мысли по поводу амулета. Почему он нагревается? На что он реагирует? Понятно, если на книгу, но почему он так делает и на кухне? Эти мысли захватывали, и он ввяз все больше. Егор быстро понял, что дело в тех шарообразных артефактах, которые лежали на кухне, в коробке под столом. Видимо, его амулет реагировал именно на них. Что там говорилось в книге? И хотя Егор пообещал себе никогда его больше не трогать, любопытство сделало свое дело. И лето было не только оно. И он вновь ее достал, устроился на кухне и нашел нужное место. Хотя само прикосновение к этой книге оставляло на руках противное ощущение грязи. Ясной инструкции там не было написано. Но тут еще дело было в том, что Егор не мог никак амулет колюч к порталу. Эта мысль пронзила его словно молния. То есть это и был сам портал. Но как? И как отец смог им воспользоваться, если его части в итоге оказались в его же вещах? Егор задаченно потер виски. Голову наполнила пульсирующая боль и навалилась неожиданная сонливость. Хотя встал он совсем недавно, кажется. Егор нашел обезболивающее и принял его, пытаясь взять себя в руки. Но сон навалился на него и давил на плечи, заставляя склонять голову все ниже и ниже. И ему никогда в жизни так сильно не хотелось спать. Он с трудом заставил себя встать и дойти до кровати, рухнув на которую, он мигом провалился в сон. Во сне этот туман в виде стены неожиданно почти рассеялся. Егор мог разглядеть долговязую фигуру, которая бормотала оттуда, с той стороны. Ему пришлось подойти к этой стене, чтобы расслышать, что бормочет фигура. Странно было, что он ощущал это место так реально. И носом в эту прозрачную стену он ткнулся и даже ощутил легкую боль. Проснуться никак не получалось, поэтому он начал прислушиваться к бормотанию долговязой фигуры за этой стеной. Голос бормочущего показался ему странно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где же он его слышал раньше. Бормотал незнакомец о каком-то обмане, обвинял неведомо кого в том, что они все придумали и что им просто нужна была жертва, поэтому не оставили следы. И себя обвинял в глупости, что повелся на все благообещанные, а ведь в итоге ничего и не получил. Сначала Егор не понимал этого бормотания, а потом его осенило. Отец. Это ведь был он. Егор уперся ладонями в эту серую полупрозрачную стену и даже попробовал крикнуть, но горло словно стиснуло ледяной рукой. Позвать он отца не мог, но и в голове не укладывалось. Это ведь сон, как он может быть здесь? Но между тем долговязый за стеной кровь и что она должна помочь. А потом сон побледнел, словно начиная выцветать и все исчезло. Проснулся Егор в собственной постели в чрезвычайно взвинченном состоянии. Реальность вокруг ему казалась какой-то неправильной, а еще у него все внутри будоражило. Это ведь был его отец, и он был в этом уверен. Схожесть их фигуры это бормотание. Нужно его вытащить оттуда. Мысли бежали словно охотничьи псы за добычей, обгоняя и мешая друг другу. Книги опять оказались переставлены, и он снес несколько стопок, но совершенно не обратил на это внимания. Его словно жгло изнутри желание помочь неродивому родителю, который оказался заперт в неизвестно где. Пометавшись по квартире, он с трудом взял себя в руки и заставил себя остановиться, присесть и хорошенько все обдумать. Даже если поверить в то, что его отец заперт за пределами реальности, то чем он может помочь? Он ведь читал о том, что портал работает только в одну сторону, и если он вновь сможет его открыть, то... то неизвестно, чем это может обернуться. Егор хлопнул себя по лбу. Так как он вообще может задуматься о реальности всего того, что ему приснилось? Это ведь бред, чистое сумасшествие, такого быть не может. А еще все эти его дурные мысли походили на какую-то болезнь, которая заполняла его разум и не давала никакой возможности мыслить ему рационально. На работу он уже не ходил, его отправили в отпуск, тоже посчитав больным. И теперь он сидел дома, медленно теряя связь с реальным миром. А может быть, он просто сошел с ума, вот и все. Эта мысль немного отрезвила, и он тряхнул головой, решительно встал и отправился в прихожую, где обулся и пошел на улицу. Свежий воздух хлестнул его по лицу, и он постоял некоторое время у подъезда, глубоко дышая, чувствуя, как от свежести вечера в голове проясняется. Дальше что с ним вообще происходит? Чувствуя легкую слабость во всем теле, он отправился на прогулку, радуясь тому, что уже был вечер и прохожих на улице не было. Свежий воздух словно вымел из его головы все посторонние мысли, и он наконец-то ни о чем не думал за очень долгое время, как он предположил. Поужинав в какой-то круглосуточной забегаловке, он вернулся мыслями к странностям, что с ним происходили. Это было явно нездорово, а еще этот сон. У него было полное ощущение реальности происходящего. А если его отец действительно шагнул в портал и оказался обманут? Он вспомнил все те обрывочные бормотания, что он слышал. Разум уже не пытался убедить его в том, что все происходящее походит на горячечный бред. Наверное, он уже смирился с этим. А все эти странности в квартире только подтверждали вторжение чего-то иррационального в привычный уклад жизни. Егор, побродив, еще немного вернулся к своему дому и уставился на окна собственной квартиры. Он отчаянно не желал возвращаться домой. Вот просто все внутри восставало против этого. Но идти ему было некуда. Он с неожиданной пронзительной ясностью осознал свое одиночество. Ни друзей, ни семьи и даже посоветоваться не с кем. Да и вряд ли нашелся бы хоть кто-то, кто мог поверить во все происходящее. Но ему нужно было что-то решать с этим. Собрать вещи и уехать куда-нибудь. И как же отец? Что делать, если это действительно был он, а если нет? А если его попытаются обмануть, ведь фигура бормотала об обмане. Тем более портал только в одну сторону. Как он смог бы вернуться? Или тут роль может сыграть его кровь? Как родственника. Но важна ли чистота крови, ведь он не брат, а сын? Тем более откуда отцу знать о его рождении, если он даже не знал о беременности матери? И эти странные вещи, что творятся в его квартире. Кто или что это делает? Кто-то читает книги, это точно, но кто? Или все-таки что? Егор тяжело вздохнул. Было столько вопросов, но ни одного внятного ответа. Он смотрел на окно своей квартиры, которая светилась теплым светом. Он забыл его выключить, когда уходил, а ему чудилась высокая долговязая тень, которая замерла у самого окна. Вот только из-за занавесок невозможно было толком ничего рассмотреть, и внутри все застывало от ледяного ощущения страха. В его доме был кто-то чужой, и он привел его сам. Егор еще долго стоял и глубоко дышал полной грудью в тщетной попытке избавиться от заразы, что поселилась внутри него. Он не знал, сколько было времени, когда принял решение и решительным шагом направился к подъезду, крепко сжимая пальцы в кулак. Он это сделает. Сделает. Егор поднялся к собственной квартире и долго не решался открыть дверь и войти в нее. Словно это и вовсе не его дом, а чей-то совсем чужой, неизвестный и непонятный. Он нервно сглотнул, после чего вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. Квартира выглядела совсем обычно, только грязно и пыльно было. Егор с трудом вспомнил, что уже давненько не утруждал себя уборкой, хотя был чистоплотным от природы. Решимости, конечно, у него немного поубавилось, и он глубоко вдохнул в легкий воздух и зашел в квартиру, задержав дыхание. Книги были разбросаны по полу, словно кто-то в гневе расшвыривал их. Ощущение чужого присутствия вновь возникло и маленькими змейками струилось по коже. Теперь это ощущение стало настолько сильным, что Егор едва подавил желание не выбежать отсюда прочь. Но его решимость все еще была с ним. В конце концов, он ведь уже принял решение, верно? Дышал он через раз, боясь, что отравленная атмосфера в квартире вновь затуманит ему разум и лишит воли. Как это действовало, он не понимал. Да если честно, желание понимать не возникало у него. Он должен был попробовать вернуть отца и заглянуть за грань. И пусть решимости в нем но стоило лет оттого. Ответа на этот вопрос у него не было, но он вновь взял в руки проклятую книгу. Морщась он вновь начал листать ее, ища нужное, а потом взялся за дневники отца. Это заняло у него довольно много времени. Он с трудом вспомнил о необходимости поесть и немного отдохнуть. Конечно, информации у него было до обидного мало, но подсказку дал тот бормочущий. Даже в мыслях Егор не мог назвать его отцом, так как не был в этом уверен. Он вообще ни в чем не был уверен, но любопытство просачивалось в его нутро и заставляло его действовать. А еще одиночество, которое все-таки дарило ему надежду, что там его отец, который просто не смог оттуда выбраться, поведясь на сказке о бегстве и бессмертии. Подготовив все, он не стал медлить. Что толку рассусоливать именно сейчас? Тем более, когда он задремал, устав от чтения и уронив голову себе на руки, так и сидя за кухонным столом. Ему снова приснилась долговяза фигура, метущаяся за туманной стеной. Фигура билась об эту стену, что-то приглушенно кричала в приступе истерики, взывая ко всем известным и неизвестным богам о помощи. И книги в квартире Егора разлетались, словно фигура пробегала по ним. Он словно видел сон и одновременно не спал. Это было очень странно. Как он смог приблизиться так близко, что даже мог взаимодействовать с реальностью или наоборот? Реальность могла взаимодействовать с той стороной. Он распахнул все окна в квартире, после чего разложил шарообразные артефакты на полу. Порассматривал их некоторое время, потом решительно направился к одной из книжных полок и начал выгребать из них книги. Освободив полки, два артефакта он поставил на нижнюю полку, а два других на верхнюю, чтобы по мысленным линиям они образовывали нечто похожее на дверь. Кивнул сам себе, вздохнул и выдохнул, после чего взял в руки амулет-ключ. Наверное, зря он носил его все это время. Но это уже не было важно. Проведя пальцами по граням, он отыскал острое место и с усилием вонзил его к себе в ладонь, почти не чувствуя продравшую его боль. Зажав окровавленными пальцами амулет и обмотав шнур вокруг запястья, он протянул руку к двери, бормоча себе под нос слова заклинания, что смог найти в дневниках отца. Слова эти явно были чужды любому из существующих. Или существовавших человеческих языков. Ему пришлось изрядно попотеть, чтобы начать выговаривать все буквы правильно. К его изумлению это подействовало. Поначалу между шарами артефактами протянулись тонкие голубоватые линии, а потом они начали расширяться, заполняя пространство между артефактами. Это действительно была дверь. Но Егор не стал тратить время на изумление, он быстро шагнул к порталу, свободной рукой уцепившись за край книжной полки и глубоко вздохнув, даже прищурившись от напряжения из-за опоздалого страха, сунул вторую руку в голубоватую неизвестность. По синеве пробежала рябь, а руку обдала странным холодом. Но он не собирался входить туда целиком, иначе он тоже там застрянет, по крайней мере он так посчитал. Он надеялся, что ему удастся дотянуться, ледяными пальцами. Он едва сдержал рвущийся наружу крик ужаса и резко рванул руку обратно. Какой же он дурак, зачем он это сделал? Заорать от ужаса у него не получилось, его снес человек, что умудрился уцепиться за его руку, и он толкнул Егора, роняя его на пол, а за одной сбив один из шаров артефактов, что разрушило портал, и он мигом исчез. Егор сидел на кухне с чашкой чая в руках, которая давно остыла, и не сводил взгляда с человека, что сидел напротив него. Безусловно, Егор был его копией. Такая же худосочность и долговязость, черты лица и лохматость головы, разве что цвет глаз у них отличался. Отец сидел сгорбившись и вперв взгляд перед собой. На его лице застыло какое-то мученическое выражение. Он почти ничего не сказал Егору. Да уж, не такую встречу представлял себе Егор, но с другой стороны, если отец больше тридцати лет провел там, то его заторможенность была неудивительной. За окном занимался рассвет, и отец неожиданно распрямился и посмотрел в окно. По его губам расползлась улыбка, от которой Егору почему-то стало нехорошо. Но это продлилось всего мгновение, и отец повернулся к нему. Как же приятно вернуться сюда. Он улыбнулся Егору, чуть склоняя голову на бок, а затем с явным наслаждением в глазах сделал глоток из своей чашки. Видимо, ему стало легче. Спасибо, что вытащил меня. Я думал, что я заперт там навсегда. О, они о многом тогда поговорили. Пили чай, Отец огорчился, узнав о том, что его любимой женщины больше нет. А еще он рассказывал о том, где он был, и это было действительно ужасно. Он рассказывал, что древние действительно пытались привести в этот мир ужасных существ, которые должны были очистить его, а на самом деле просто хотели превратить этот мир в ничто. Но также они неистово верили в то, что за это им будет даровано бессмертие как награда. Нужно было только перейти на ту сторону, вот и все. Отец видел их, и это было действительно нечто ужасное. Огромные существа с безразмерными пастями и множеством глаз, с вытянутыми состоящими из множеств щупалец телами, это было лишь приблизительное и слишком слабое описание этих существ. Они называли себя Урактахи. Тоже весьма приблизительное слово, описывающее в их языке их вечный голод. Они являлись межреальными чудовищами, и без должной помощи они не могли появиться в реальности. Отцу чудом удалось выживать в чужом мире, хотя он и общался с ними, и даже смог выторговать себе относительную свободу. И даже смог выторговать себе относительную свободу, но бессмертие это был обман. И да, с предметами в квартире скорее всего взаимодействовал он, ведь грань истончилась рядом с артефактами и ключом, но вряд ли отец мог толком помнить про чтение. Возможно и правда читал, как-то догадываясь. Егор был потрясен. Пускай квартира и проветрилась от зловония той стороны, ему теперь еще более было неуютно. Отец рассказывал это так реально, а воображение живо рисовало все то, что он пережил. Много о чем они еще говорили и в итоге Егор постелил ему на диване, а сам отправился в свою спальню. Он чувствовал радость, радость от того, что в этом мире у него появился еще один родной человек. Конечно многое придется наверстать, прошло, но это ничего страшного. А еще Егору казалось, что что-то не так, но он никак не мог уцепить эту мысль и развернуть ее. Он никак не мог уснуть и взял в руки телефон, что-то давно он не общался с сестрой. Перебросившись несколькими сообщениями, он не сдержался и поделился с ней радостью. Наконец-то нашел отца. Сестра молчала подозрительно долго, хотя сообщение прочитала, но Егор может просто занята. Егор я на всякий случай уточнила и проверила документы матери, она тебе это не говорила, но твоего отца она тогда нашла. Он действительно пропал, а потом его нашли в каком-то лесу, его почти сожрали хищники. Свидетельство о смерти есть и даже место, где он похоронен. Его смогли опознать. Кто бы к тебе там не приперся, гони его в шею, это не твой отец. Егор несколько раз перечитал это сообщение. Как так? Почему мать ему об этом ничего не сказала? Потом пришло сообщение от сестры с фотографией свидетельства, и он несколько раз перечитал и его тоже. По спине у него побежал ледяной пот. А еще она прислала фотографию отца, цветную, сказав, что хотела ему отправить раньше, да замоталась и забыла. Тоже нашла в документах матери. На этой фотографии глаза у отца были серые, как и у Егора. А у этого отца, которого он вытащил, были зеленые глаза, словно два изумруда. Егор нервно облизнул губы и вздрогнул, услышав скрип дивана в другой комнате. Он беспомощно прислушался к чужим шагам, что направлялись в его комнату, и затаил дыхание, когда дверь открылась, и зеленые глаза уставились на него. Отец. Нет, существо, что пряталось под его личиной, широко улыбнулось Егору. Соседи, что жили рядом с Егором, вызвали полицию, скорую, около шести утра, когда из его квартиры начали раздаваться дикие душераздирающие крики. На стук в дверь сосед не реагировал, продолжая кричать, поэтому и были вызваны службы. Дверь оказалась незакрытой. Егора нашли в спальне, забившемся в угол. Он совершенно ничего не соображал, и не реагировал на вошедших людей, и ему пришлось делать успокоительный укол. А после везти в больницу. Больше в квартире никого не нашли, только покрывшийся пылью горы книг, да распахнутое окно на кухне и разбитые чайные чашки на полу. После больницы Егор попал в закрытое лечебное заведение. Так как не мог вести себя вменяемо и часто проявлял агрессию к окружающим, нападая на них с криками о том, что за ними всеми скоро придут. Его старшая сестра с прискорбием узнала о судьбе брата и оплачивала его лечение, говоря о том, что его просто свели с ума его дурацкие книжки. Из квартиры Егора она выбросила абсолютно все, особо не разбираясь, сделала там ремонт и надеялась на возвращение брата. Ведь это был ее брат в конце концов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова